Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Итак, мы создали рекламный кабинет, в принципе разобрались с основными понятиями Google Ads и даже перешли уже на продвинутый уровень, чем Google нас активно пугал. Пора разобраться в том, что здесь есть, в этом продвинутом уровне. Вообще, при том, что выглядит все достаточно страшно, но для неподготовленного человека интерфейс, по сути, достаточно прост и удобен. Google Ads страшен, скорее, своими подводными камнями. Здесь очень много всего дополнительного того, что действительно позволяет вам почувствовать себя маркетологом, специалистом по рекламе, но это уже наука, ну или работа, профессия. И сразу хочу вас расстроить. Для того, чтобы настроить профессиональную рекламную кампанию в Google Ads нужно быть веб-аналитиком и интернет-маркетологом. Совмещать это с должностью директора фонда или пиарщика невозможно. Ну то есть возможно, но тогда вам на время нужно стать веб-аналитиком и интернет-маркетологом, пройти какие-то курсы, потом еще долго практиковаться, знать и применять чужие приемы, искать свои ходы. И даже когда вы все это освоите, если освоите, вам придется тратить на Google Ads какое-то количество своего времени ежедневно. Тут нет такого, что настроили и забыли, поэтому все-таки сразу советую представителям НКО искать специалистов. Причем желательно именно профильного специалиста по работе с некоммерческими организациями. То есть по работе именно с Google Ads. Можно с этой целью, кстати, воспользоваться программой Пасека. Это программа теплицы социальных технологий, которая сводит IT-специалистов, готовых работать ProBono с представителями некоммерческого сектора. В любом случае, в связи со всем вышесказанным, сразу скажу, не ждите чуда от нашего курса. Знать все вы не будете. Специально дождался середины, чтобы это сказать, чтобы не обрубить крылья в начале. Поскольку, вопреки всему вышесказанному, скажу, стартовать все-таки можно и нужно. Узнавать, искать, экспериментировать. Но если вы поймете, что не работает, не отчаивайтесь. Научиться рисовать может каждый, просто на это нужно несколько лет. Все, лирическое отступление закончилось, возвращаемся к практической части. Итак, интерфейс не очень сложен, но мне кажется на работающем аккаунте его изучать сложнее, чем если начать с нуля. Тем более, что вы с нуля собственно начинать и будете. Поэтому вернемся к вновь заведенному аккаунту. Здесь вы можете прыгать между кабинетами. Более того, между разными Google аккаунтами, если вы авторизованы сразу в нескольких. У меня вновь созданный кабинет на этом аккаунте. Нам нужен вот этот. Опять циркуль. Итак, у меня тут пока только одна рекламная кампания. Причем это экспресс-кампания, здесь она называется умная. Но мы наконец создадим продвинутую. Можно предположить, что ее могли бы назвать глупой, но это не так. Все компании. Компании. И тут вот этот плюсик стартует новую кампанию. Дальше я буду делать все так, как мне советовал интернет-маркетолог и веб-аналитик Карина Бейс, под руководством которой я собственно и составляю этот курс, и с которой в конце мы познакомимся лично. Так вот, буду делать не расшифровывая в каких-то шагах почему. Просто она делает так и я делаю так. Если разъяснять каждый шаг, мы растянем курс на 30 уроков. Здесь лучше выбрать кампанию без цели, поисковая сеть и посещение сайта. Здесь указываете адрес сайта. По легенде я тут буду рекламировать что-то из проектов Теплицы, что можно рекламировать, поэтому здесь укажем общий адрес сайта, а уже дальше на уровне объявлений можно будет заводить на другие страницы. Название кампании это для вас, чтобы понимать какая кампания про что. Эти галочки если речь идет о программе Google Grants снимаем. Геотаргетинг. Чаще всего по Google Grants лучше оставлять Россию. Еще раз там, то есть в Google Grants самая большая проблема израсходовать бюджет. Но если вдруг, как в случае с мастер-классом в Туле, нужно ограничить географию, то тут можно выбрать какую-то иную область. Либо несколько областей, причем их можно как включать в кампанию, так и исключать из кампании. То есть мы включили московскую область, но исключили аэропорт Домодедово. Ну то есть геотаргетинг вы можете настраивать достаточно узко. Языки, ну тоже на ваше усмотрение. Лично мне кажется английский тут лишний. Аудиторию я бы вам советовал не трогать, точнее Карина советует не трогать и я вместе с ней. Дальше бюджет. Вообще есть автоматическое назначение по Google Grants, но я бы вам советовал расставлять руками. То есть у вас 320 долларов в день на все кампании. Соответственно вы делите бюджет между всеми, решаете какие важнее. На те отдаете больше денег. Ну я, например, поставлю тут 50 долларов. Плохо, что я выбрал тут рубли при заведении аккаунта, но представьте, что тут стоит значок доллара. Точнее, у вас тут будет стоять значок доллара. Если у вас тут рубли, удаляйте аккаунт и заводите новый. Одно из главных требований Google Grants – валюта доллар США. И изменить валюту впоследствии нельзя. Она выбирается один раз при создании аккаунта. Напомню еще раз, вот здесь. И далее у нас ставки. Основная цель клики и ограничение цены за клик 2 доллара. Еще раз, включите воображение, представьте, что вместо R тут стоит значок доллара. Вообще ограничение в 2 доллара – это и есть главное ограничение по Google Grants. Собственно то, чем настройка коммерческой рекламы отличается от грантовой. Вы не можете конкурировать по высокочастотным запросам, используя просто увеличение ставок. Цена за клик может доходить до 20 долларов, но вы ограничены двумя долларами. В коммерческом аккаунте вы можете повысить ставку, пойти на дополнительные траты и ваши объявления будут показывать. Тут вы этого сделать не можете и если конкуренция высока, вас просто не будут показывать.